Визитная карточка советской пионерии Сегодня у нас в гостях Роман Сергеевич Пыленков, директор спортивно-оздоровительного лагеря «Тамбовский Артек». Роман Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. Роман Сергеевич, «Тамбовский Артек» имеет отношение к тому, который находится в Ялте? Нет, он не имеет никакого отношения к этому известному, раньше всесоюзному центру отдыха от детей, оздоровления. Но мы направляли официальный запрос, управление образования направляло официальный запрос на разрешение использования бренда, именно слово «Артек» в названии уже нашей организации, нашего спортивно-оздоровительного лагеря. А почему именно «Тамбовский Артек»? Какие ассоциации с Артеком? Сначала при задумке это было просто рабочее название, потому что цели и задачи ставятся на уровне области, безусловно. Не хочу сказать глобальные, но во всяком случае амбициозные. Поэтому, знаете, наверное, все-таки название «Артек» в названии самого лагеря, оно, наверное, и мобилизует, задает определенную высокопланку, для которой мы и планируем стремиться, надеясь, что у нас это получится. Называя себя «Артеком», лагерю придется соответствовать своему тезке, который находится в Крыму. Что вы будете предлагать для детей, которые приедут к вам на оздоровление? Из самого названия, что спортивно-здоровительный лагерь, естественно, у нас, в нашей организации будут организованы, основное направление будет спортивно-здоровительное, тем не менее будут осуществлены и реализовываются различные программы дополнительного образования детей и подростков. Это и спортивное направление, это и физкультурное направление, это направление для адаптивных, те, которые занимаются адаптивным спортом, все условия для этого есть. Поэтому у нас с точки зрения физических возможностей нет ограничений для наших будущих занимающихся, посетителей, учеников. Безусловно, очень, как я уже сказал, очень высокую планку ставит не только название, но и, безусловно, руководство региона, руководство управления образованием Томовской области. В том плане, что действительно это должно не просто быть, как мы привыкли в нашем понимании спортивно-здоровительном лагере, но именно в спортивный центр, в межрегиональный спортивный центр, куда могут попадать дети различных возрастов, в различные подготовки с точки зрения спорта, в общем-то, которые могут там не только вдохнуть, но и повысить свои спортивные результаты. Территориально где вы находитесь? Обычно мы привыкли, что все спортивно-оздоровительные лагеря у нас находятся, где-то сконцентрированы в центральной части Томовской области, это Тамбов, Мичуринск. Находитесь, Тамбовский артек где будет находиться? Тамбовский артек где будет находиться уже находится в Иржавинском районе, в селе Краул, непосредственно рядом с Воронежским заповедником, на берегу притока реки Ворона. То есть это экологически чистое место, оно выбрано не случайно, потому что наша природа Тамбовская, она подразумевает и позволяет заниматься и спортом, и физкультурой. Естественно, не хотелось привязываться близко к городу. Это место очень замечательно, очень красивое, что называется рядом, Чечеринские места. В общем, на территории села Краул находится наш лагерь. На каком этапе на данный момент находится строительство лагеря? На данный момент сейчас завершаются работы по благоустройству лагеря, по установке различных малых архитектурных форм, ну естественно, что называется, генеральные уборки, последние косметические какие-то доделки, расстановка оборудования. В общем-то, я думаю, что это по силам, как только будет лагерь проведен в то состояние, когда мы сможем уже принимать ребятишек, тем более, что все знают прекрасно, что у нас сейчас в связи с понятными событиями уже сточились и санитарно-эпидемиологические нормы. Соответственно, как только все будет проведено в степени готовности, и будет соответствовать всем нормативам, лагерь будет запущен. Сразу говорю, что все желающие могут не переживать, что кто-то не успеет попасть в летнюю оздоровительную кампанию. У нас лагерь запланирован как круглогодичный, как я уже сказал, поэтому здесь и будут реализовываться программы дополнительного образования. Какое количество детей можете принять одновременно, например, в одну смену? В одну смену мы можем принять в летнее время до 180 детей. Естественно, в условиях пандемии сейчас, что у нас этот процент сокращен до 75%, соответственно, мы можем принять 130 детей. И в зимнее время у нас запланировано также принимать детей в количестве 130 человек. Хорошо, если лагерь работает круглый год, мы все прекрасно понимаем, родители, это учебный процесс. Учебный процесс, он будет как-то совмещен со здоровительными процедурами, которые и с отдыхом детей? Безусловно, у нас есть определенные и наработки, и планы определенные, и договоренности, как дети будут по основным предметам получать образование. То есть, естественно, это будет происходить все без отрыва от учебы, если смена попадает на учебный год. Ну и пандемия нам помогла освоить новые дистанционные технологии, которые планируют также широко применяться при обучающем процессе, и условия в Томборском артеке для этого есть. Педагогический коллектив, который будет работать, ну я имею в виду и учителя-предметники, которые ведут занятия у детей, и также тренеры, пионервожаты, воспитатели. Где вы возьмете такое количество людей, педагогических работников в условиях сельской местности? Образовательный процесс будет проводить, планируется проводиться все-таки силами педагогического состава, который преподает и в Лжавинской школе, и в Краульской школе, то есть тем педагогам, которые уже работают в школах, в местных школах. Сами воспитатели, которые будут приезжать вместо детьми, они будут предустраиваться на каждую смену. Такая практика существует на самом деле очень давно, потому что если приезжает, грубо говоря, секция, например, отряд приезжает по волейболу, к примеру, или занятия по баскетболу, то, соответственно, и воспитателями будет выступать непосредственно тот тренерский состав, который работает с детьми. То есть они же будут с ними находиться и там же в лагере. Тем более, что в этом году, в всяком случае, на летнюю оздоровительную кампанию принято решение Роспотребнадзору, что все лагеря летние будут находиться в режиме бессервации, то есть туда заезжают дети, педсостав, и они уезжают оттуда только в конце смены. Но об этом уже много говорилось, то есть наш лагерь не исключение. То есть родители сдают, доводят на ворот, и ребенок в течение... Смена сколько будет длиться дней? Смена длится вообще 21 день. Это планируемая смена, но в связи со спецификой различной, то есть у нас планируется, если опять же условия пандемии позволят, и совместные смены с родителями, когда это будет можно, то есть в том числе семейный физкультурно-оздоровительный отдых. И у нас планируется посещение тренировочный процесс, отдельный спортивный сбор различных сборных команд Тамбовской области, и в зависимости от их планирования, их спортивного процесса, учебного процесса, возможно допускаются смены, начиная от 7 дней, 14 и 21. Вот три категории смен, которые планируются. Ну это опять же, скажем так, в межсезонье, в зимний период. Естественно, в летний планируется полностью задействовать лагерь на полную смену 21 день. А семейный отдых, который вы предлагаете, каким образом это будет выглядеть? Как можно отдохнуть в лагере с родителями? В настоящий момент, знаете, такая программа разрабатывается, можно отдохнуть замечательно, и это только позволит и лучше узнать внутри семьи друг друга. Иногда родителям это позволяет какие-то открыть новые таланты в ребенке, потому что когда с ними работают профессиональные педагоги дополнительного образования, они зачастую, дети, раскрываются, как о том, даже не знают их родители. Все, я думаю, ну, скажем так, старшее поколение, которое еще родилось в СССР, замечательно помнит такую детскую спортивную программу «Папа, мама, я, дружная семья». Все мы там знали, когда и дети, и родители принимают участие вместе в спортивных мероприятиях. А здесь же условия позволяют и заняться вместе какими-то спортивными, и покататься на лыжах, покататься с горок, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, ну, это, конечно, наши дальние планы, но, во всяком случае, я думаю, что такие программы будут тоже интересны и для детей, и для родителей. Если в нашем детстве, для того, чтобы попасть в Артек, необходимо было отличиться, я не говорю примерным поведением, это уже само собой разумеется, хорошей учебой, проявить себя как активист во внеклассной работе школы, пионерской дружины, ну, еще спортивные показатели. Для того, чтобы попасть в Тамбовский Артек, какими качествами необходимо обладать современному школьнику? Ну, во-первых, это прежде всего желание. Прежде всего, желание, желание не только вести здоровый образ жизни, но и желание общаться со сверстниками, желание самореализовываться, желание расти, что называется, и над собой, и как личность. Я недаром говорил, что у нас реализовываются различные программы, не только спортивные, то есть тамбовский Артек, это не значит только спортзал и спорт. У нас подразумевается наличие и хореографической студии, и театральной студии, и своей мини-медиа-студии, и студии по робототехнике и так далее, и так далее. Всего сейчас просто не могу перечислить, то есть планов много, но дети не знают, что у них будет только вот спорт, спорт и спорт. То есть моя искренняя позиция, позиция, в общем-то, и руководства, и всех наших сотрудников, коллег, что ребенок должен не только, даже в спортивном лагере, должен не только заниматься исключительно спортом, все равно остается время на досуг, на отдых, когда они могут пообщаться со сверстниками, но если они при этом будут еще общаться в рамках какой-то там иного направления, отличного от спорта, если в этом помогут им профессиональные педагоги, это будет только здорово, конечно, потому что никому не секрет, что у родителей сейчас у всех, у нас в рек век информационный, что все родители хотят побольше вытащить детей от компьютеров, от телефонов и так далее, и дать им какое-то направление, чтобы ребенок все-таки развивался не только в узконаправленном плане. А как попасть в лагерь? Что для этого нужно будет сделать? Для этого будут реализовываться путевки. Прежде всего, это будет набор на смены, планируется как целевые, то есть на определенную, скажем так, определенную категорию детей, так и допускается, будет и обычный набор детей, то есть вся информация, как только мы поймем, с какого, когда дата запуска будет размещена на нашем официальном сайте, который сейчас разрабатывается, как раз будет информация и управления соцзащитой, и, естественно, управление образованием науки Тамбовской области. Вся информация будет доступна для родителей, можно обращаться как в лагерь, но, естественно, все наши подвенцовные учреждения и областные, естественно, информация будет и в городских школах для тех, в общем-то, кто захочет именно летнюю кампанию, потому что подготовка летней кампании из практики у спортсменов начинается в порядке уже в январе-феврале. Уже как бы тренерский состав планирует, где в межсезонье будут заниматься дети, на базе какого лагеря и так далее. То есть это занимает определенное время, уже обычно к маю уже определяются как бы тренерский состав и пятый состав, где они хотят заниматься с нашими детьми. А примерно какие сроки перед вами ставят? В какое время должны открыться? В каком месяце летки живут на носу? Да, безусловно. Безусловно, у нас желания огромные, чем раньше, тем лучше. Но искренне моя позиция, как руководитель учреждения, и руководство, и области, и управление образованием, и науки, в том, что все-таки ребенок должен приехать в завершенный, законченный лагерь, где будут соблюдены все нормы и безопасности, и естественные условия, и питание, и так далее. Но этих факторов очень много. Поэтому не хочется заказывать, но мы стараемся как можно быстрее приблизить этот день, чтобы наконец-то дети могли уже спокойно приезжать в наш лагерь. Прежде всего, безопасный, интересный. Ну и действительно, наверное, все-таки хочется, чтобы он был у каждого ребенка запоминающийся, чтобы на следующий год у ребенка опять было желание поехать в этот лагерь. Я знаю, что вы планируете работать с льготной категорией граждан. Это дети из неполных семей, дети с ограниченными возможностями. Какие-то программы уже есть, наработки, которые вы предлагаете? Программы, вы знаете, сам образовательный процесс. Мы стараемся не дифференцировать детей, не отделять их друг от друга. Безусловно, есть программы поддержки, соцподдержки семьи. Безусловно, они также будут реализованы через управление соцзащитой. Но когда дети находятся именно внутри лагеря, мы их никак не делим по отрядам. Кто из благополучной семьи, кто не из благополучной. Например, дети с ограниченными возможностями здоровья, они как-то будут включены? Безусловно, все условия для этого есть. Понятно, что единственное, какое ограничение будет по сравнению с другими ребятами, это может быть просто меньше численность в отряде, чтобы педсоставу, который будет находиться с этими детьми, больше внимания уделять детям. Наверное, это единственное, что будет их как-то разграничить с другими детьми. А так, программы никакие различаться не будут по содержанию. По их реализации, безусловно, есть и специально подобранное и спортивное оборудование, специально подобранное и условия именно занятий, именно адаптированное под такую категорию детей. Но именно вот как-то выделять, мы не сторонники, вплоть до того, что если, скажем так, состояние здоровья ребенка позволяет ему спокойно общаться с верстниками, зачем мы будем заранее его в чем-то ограничивать, если он может спокойно, нормальных условий. У нас очень много детей, скажем так, с небольшими проблемами со здоровьем, учатся в обычных школах, в обычных классах, и никакой мере им это не мешает. То же самое в лагере. То есть мы не сторонники ставить какие-то там рамочные ограничения, но кто в силу опять своих каких-то качеств есть какие-то определенные рамки, ну, соответственно, мы будем стараться эти рамки просто ему расширять и позволить, и поверить в себя, и заинтересовать, и дать им почувствовать свою силу, свою ловкость, что он... Да, свои возможности, что он такой же, что он находится также не в каком-то специализированном, он находится именно в спортивном и выздоровительном лагере, где он также занимается наряду с остальными ребятишками. Я имею в виду какие-то программы и реабилитологи. Будут у вас это предусмотрено? Да, планируется, вот как я уже сказал, да, что называется, если со спортсменами приезжают воспитатели, воспитатели-педсостав именно в этой специальности, да, как я уже назвал, там, например, по видам спорта, да, там, или, например, там, дети из каких-либо там интернатов, других наших каких-то подвесных учреждений, их управления, то то же самое заезжают с детьми, воспитатели, которые работают именно с этой категорией населения. Они их лучше знают, они понимают, как с ними вести в той или иной ситуации. Это упрощает, в общем-то, и общение, и их пребывание в нашем лагере. А мне вообще еще интересно, чем вы будете удивлять детей в Тамбовском Артеке? Ну, они же находятся не на берегу моря, а в сельской местности. Ну, хотел сказать, в деревне, но все-таки в сельской местности. Там много различных, я не буду сейчас открывать все секреты, там есть возможность, как я и сказал, и определенных развлечений, но приоткрыть здесь завесу небольшую, да, унитай, наверное, но все-таки, например, у нас есть картодром, да, где ребятишки могут кататься на картингах, например, но это вот как пример. Безусловно, у нас, да, нет моря рядом, у нас есть рядом река Ворона, чистейшая река, ну, естественно, в этом году мы сразу не планировали в первый год запустить, тем более, я еще раз говорю, еще не закончился, вот этот шлейф пандемии, но мы с перспективой вместе с муниципалитетом, вместе с администрацией Нжавинского района планируем все-таки привести, не то что в порядке, находится в порядке, а именно адаптировать, скажем так, пляж, который находится недалеко от лагеря, самое главное, там подъезд, подход, для того, чтобы дети могли... Конечно, безусловно, и оборудование, и безопасность для того, чтобы дети могли все-таки плавать, купаться в летний период. Роман Сергеевич, вот обустройство такого лагеря, это проект дорогостоящий, откуда деньги? Это деньги области, деньги... Ну, я уже даже не думаю, что, и не говорю о том, что это деньги муниципалитета, возможно, деньги какие-то московские. Кто ваши друзья? Ну, безусловно, нам, прежде всего, помогает, конечно, корпорация «Газпром», это, безусловно, на своем уровне нас поддерживает и помогает и администрация области. То есть, как я уже сказал, все заинтересованы в том, чтобы этот проект состоялся, потому что, я еще раз оговорюсь, мы не планируем это просто как спортивно-оздоровительный лагерь, мы планируем как это большой спортивный межрегиональный центр. У нас понимание лагеря, например, что дети приезжают отдыхать, но у нас там планируется и проведение каких-либо мероприятий, слетов, семинаров, соревнований и так далее. То есть, нам очень хочется, чтобы лагерь жил круглый год. Именно не просто от одной летней смены готовился к другой, а именно полноценно функционировал круглый год. И надеюсь, у нас это получится. А «Газпром» как-то присматривать за тем, как идут работы? Безусловно. Они контролируют, куда там расходишь деньги? И где этот город-сад? Конечно, безусловно. Постоянно отправляется и отчеты, и финансовые, и фото, и видеоотчеты. Конечно, безусловно. У нас, например, за последние два года сначала планировалось, когда нахождение в лагере медкабинет или двух медкабинетов, но когда с условием всех норм и так далее, было принято решение о строительстве медицинского корпуса отдельного. Поэтому определенные задержки были еще и с этим. То есть у нас проект расширился. У нас построен и медцентр, медицинский корпус, и физкультурно-оздоровительный корпус с полноценным игровым залом. Соответственно, это потребовало определенного и времени, и средств дополнительных. Но, слава богу, эта строительство закончилась. Сейчас, я говорю, ведется благоустройство территории, расстановка оборудования, закупка оборудования и так далее. А примерно какую территорию занимает спортивно-оздоровительный лагерь? Спортивно-оздоровительный лагерь занимает 11 гектар. То есть это достаточно... Это много. Да, это много. Но это простор, прежде всего. И есть возможности, я еще раз говорю, и заниматься спортом у нас, и полноценные и футбольные поля, и беговые дорожки. Но всего просто не перечислишь. Лучше один раз посмотреть. Ну, как будет открытие, мы вас пригласим обязательно. Роман Сергеевич, если все сложится удачно, и в начале нового учебного года дети заедут в лагерь, но это осень, лет уже прошло, чем вы будете занимать, если за окном будет дождливая погода? Ну, прежде всего, это, конечно, реализация программ дополнительного образования, которые разработаны и отделом ДОП образования, нашего управления образования на области, совместно с Центром развития детей и творчества, нашим Домбовским, совместно с областной детско-минудческой спортивной школой. То есть вот эти все программы и будут реализовываться. То есть, как я уже сказал, это не только программы, именно исключительно по спорту. Это и театральные программы, это и IT-технологии, это и театральные студии, и художественная студия. То есть, все вот эти программы, которые позволяют заниматься именно не только на улице, у нас есть условия беседки и так далее, чтобы дети занимались этим и на улице. Естественно, если, как вы говорите, плохая погода, мы могли чем заниматься изданием. Вот 200 человек, они могут разместиться во всех спортзалах, во всех библиотеках, игровых комнатах, одновременно. Конечно, конечно, могут. При правильном составлении плана учебного процесса, безусловно, могут. Понятно, что мы сразу все 200 человек не отведем в театральную студию или еще куда-то. Во-первых, здесь предусматривается и разбивка детей по их интересам. И, как я уже сказал, при грамотном планировании, безусловно, у детей не останется просто свободного времени просто гулять по лагерам. Мое искреннее убеждение, очень давно работаю с детьми, то, что ребенок не может просто так ходить и ничего не делать. То есть детский отдых должен быть организован? Да, в любом случае, да, с ним должен находиться, если не воспитатель, то вожатый. Дети, во всяком случае, в лагере должны постоянно быть чем-то заняты, заинтересованы. Если педагог не может заинтересовать детей сиюминутно, сейчас, в данный момент, значит, это говорит о его пока еще, наверное, не очень высокой квалификации и так далее. То есть наша задача, чтобы дети были задействованы, заняты, чем-то интересным, прежде всего, для них, полезным, именно каждую минуту буквально, вплоть до подъема и заканчивая дискотекой, отбоем и так далее. Роман Сергеевич, а кроме административной работы у вас лично будет, будут какие-то занятия с детьми, которые приезжают? Вы знаете, мы, как я уже говорил, у всех по, что называется, по интересам. Если у нас все практически, весь персонал, все с педагогическими, как большинство с педагогическим образованием. Но вы же еще и тренер. Ну да, по большому счету, как бы да, но я думаю, от работы, чтобы опять дети все чувствовали в безопасности, в комфортности, я думаю, сомневаюсь, что останется время, но всегда время найти пообщаться с ребятишками, особенно кому это будет интересно, чтобы они пришли, допустим, пусть не ко мне, а какому-то другому тренеру, заинтересовать их миром спорта, миром единоборства, всегда с удовольствием, всегда мы на это время найдем. Потому что, как себя чувствуют дети в лагере, мы никогда не узнаем от педагогов, никогда не узнаем от вожатых. Мы можем это узнать, только поговорив с детьми, с их родителями после лагеря смены. И в любом случае, конечно, для нас очень важен будет вот это мнение, вот этот опыт, чтобы свое учреждение становилось лучше и лучше, учитывая все пожелания, прежде всего, конечно, наших детей, то есть тех, для кого оно, в общем-то, и организовано. Еще один момент мы упустили. Дети какого возраста смогут оздоравливаться, заниматься спортом в Томбосском артеке? Практически на основании устава организации у нас дети могут заниматься от 6 и до 17 лет включительно. То есть весь школьный период, любые возраста, с удовольствием примем, будем ждать их в нашем лагере. Роман Сергеевич, спасибо. Время нашей программы незаметно подошло к концу. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Роман Сергеевич Пыленков, директор спортивно-оздоровительного лагеря «Томбовский артек», которые в ближайшее время уже примет первых своих гостей. Ну а на сегодня это все. С вами была Людмила Марченко, программа «Качество жизни». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова